Цены на нефть снижаются после роста на прошлой неделе. Рубль снизился на фоне дешевеющей нефти. Об этом и многом другом в нашем выпуске финансовых новостей на канале Инстатв. Цена на нефть падает в понедельник после максимального с июня скачка по итогам прошлой недели благодаря подтверждению странами ОПЕК плюс приверженности к сокращению добычи в полном соответствии с предыдущими договоренностями. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в понедельник утром составляет 42 доллара 80 центов за баррель, это на 35 центов ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 15 центов и составили 43 доллара 15 центов за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной бирже к этому времени составляет 40 долларов 75 центов за баррель, что на 36 центов выше уровня предыдущей сессии. В пятницу фьючерсы подорожали на 14 центов, до 41 доллара 11 центов за баррель. За минувшую неделю Brent подорожала на 8,3%, WTI на 10,1%. Игроки рынка следят за ситуацией вокруг коронавируса в мире. По итогам заседания мониторингового министерского комитета ОПЕК+, которое прошло на прошлой неделе, было объявлено о продлении сроков компенсации несокращенных объемов добычи ОПЕК до конца 2020 года. Министр энергетики Саудовской Аравии заверил, что в сентябре-декабре 2,4 млн недосокращенных объемов ОПЕК будут компенсированы. «Если дополнительные сокращения будут осуществлены, избытка предложения на нефтяном рынке, которого многие боялись, не будет и запасы существенно сократятся», отмечает аналитик коммерцбанк Юджин Вайнберг. ММС рекомендовал странам, которые участвуют в сделке по ограничению добычи нефти, быть готовыми принимать дальнейшие меры по стабилизации рынка при необходимости. Рубль снижается в понедельник, так как падение цен на нефть перевысило рост спроса на валюты развивающихся рынков. Котировки пары USD-RUB расчетами завтра сегодня были на уровне 76.29. Таким образом рубль теряет 0,73% от уровня предыдущего биржевого закрытия. Цены на нефть упали в понедельник из-за потенциального возобновления добычи в Ливии, а рост числа случаев заболевания коронавирусом усилил опасения о глобальном спросе. Более того, потери отмечались на фоне приближения тропического шторма к побережью Мексиканского залива США. Аналитики ожидают, что в понедельник рубль попытается укрепиться, так как ориентированные на экспорт компании готовы конвертировать свою валюту для выплат налогов, которые могут достигнуть максимума на этой неделе. Аналитик Алексей Антонов из Allor полагает, что в понедельник рубль попытается укрепиться, но доллар все равно останется выше отметки 75 рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова